Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава четвертой книги «Цари» или «Царство» в старых переводах для библейского портала «Экзегет». Читаю свой перевод с небольшими комментариями. Итак, у нас началась история самостоятельного служения пророка Елисея в предыдущей второй главе. Илья возносится на небо, удивительной истории, с которой мы вообще мало что понимаем, как это выглядело на уровне какой-то физической реальности. И Елисей начинает с того, что очищает воду в том городе, где он остановился. Плюс маленький эпизод про то, как в самом начале его служения, очень неприятный эпизод, который лучше бы не читать, но он есть куда деться, про то, как его оскорбляли какие-то подростки и, соответственно, были растерзаны медведи. И получается, что вот оскорблять пророка нельзя, да? Такой жесткий, очень жестокий, мы бы сказали, эпизод. Что с ним делать? Но третья глава, она продолжает историю цари. Вообще все эти книги называются книгами цари, хотя в них и действуют пророки, но все привязано к большой политике, к тому, как правители северного израильского, южного иудейского царства воюют, договариваются, мирятся и так далее. Ихурам сын Ахава воцарился над Израилем в Самарии на 18-й год царствования Ихашафата в Иудее. Он царствовал 12 лет и творил зло пред Господом, хотя не так, как его отец и мать. Он даже убрал идольский камень Ваала, который был поставлен его отцом. Обратим внимание, что вот эти все истории про царей, они повествователю интересны, прежде всего, с одной точки зрения, были ли они верны Господу, или они уклонялись в язычество. Но он держался грехов Яровама, сына Неватов, который тот вел Израиль и не отступал от них. Еще интересно, что каждый царь оценивается по степени своего сходства со своими предками и предшественниками. Даже не предками. Вот, в частности, тут Яровама – это не предок. Ахава – это другая династия, но все равно, вот те, кто сидели на этом престоле до него. То есть, есть преемственность, как бы мы ни относились к ней, и каждый новый правитель, он в каком-то смысле продолжает то, что делал прежний. У Муавского царя Миши были овечьи Атары. Он платил царю израильскому дань – сто тысячи гнят и шерсть со ста тысяч баранов. Но когда Ахав умер, то Муавский царь восстал против израильского царя. Тогда царь Ихурам выступил из Самарии и собрал всех израильтян, и отправил пословки Хошафату царю иудейскому с такими словами. «Восстал против меня Муавский царь, выступишь ли вместе со мной на войну с Муавом?» Тот ответил, «Я пойду туда, куда и ты, мой народ пойдет с твоим народом, и моя конница с твоей конницей». И спросил, «По какой дороге мы выступим?» Тот ответил, «Через Идомскую пустыню». Ну вот, смотрите, отношения между этими царствами сначала очень острые, вражды, поскольку северная отделилась, они сепаратисты, а южная считает себя законными наследниками Давидовых династии и, в общем, имеет на то все основания. Но есть еще всякие окрестные народы, с которыми каждый из этих царств вступают в свои какие-то сложные иногда отношения, и в данном случае северное царство, оно стремится вернуть себе контроль над Муавом, который отделился от него, который, как некая колония, требует независимости. И вот царь израильский, царь иудейский, царь и домский шли семь дней обходным путем, и не было воды для войска, ни для животных, что были при нем. Царь израильский сказал, «О горе, Ганна, Господь собрал сюда трех царей, чтобы придать их в руки муавитян». А Ихашафат спросил, «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы просить Господа через него?» И один из слух израильского царя ответил, «Есть здесь и Елисей, сын Шафата, который постоянно служил Илье». И обратились к нему царь израильский Ихашафат и царь домский. Но Илисей спросил царя израильского, «Что тебе до меня? Ступай к пророкам отца твоего и матери твоей». Ну, то есть к языческим пророкам, к тем, кто возвещал неизменно царскую волю, объявляя волей Господа, конечно, и этих эпизодов мы читали довольны. Но царь израильский ответил, «Нет, верно, Господь собрал сюда трех царей, чтобы придать их в руки муавитян». Обратим внимание, вот внешняя угроза, война, опасность, она заставляет пересмотреть, отнестись как-то более серьезно к тому, что происходит, и уже не считать, что вот как мы захотим, так и будет, только нам свыше на это будет дана санкция. Илисей сказал, «Жив Господь воинств, перед которым я стою. Если бы я не почитал Ихашафата, царя евдейского, не стал бы и смотреть на тебя, даже не взглянул бы, но позовите теперь музыканта». Интересно, к нему обращаются два других царя, израильский и домский, то есть те, которые скорее языческие. Но Ихашафат, царь иудей, он все-таки сохраняет в основе своей веры в единого Бога, и Елисей с почти не к нему пророчествует, поскольку это общая судьба. Вот к вопросу о том, может ли праведник, ну хотя бы относительный, может ли он спасти жизнь тех, кто рядом с ним? Что, может быть, Господь помилует тех людей, кто с ним в одном военном походе? «И когда музыкант заиграл, Елисея коснулась рука Господня, и он сказал». Интересно, что Елисей пророчествует исключительно под музыку. Ну, бывает, да. У всех своя техника. Или я так не делал. «Коснулась рука Господня, и он сказал, «Так говорит Господь, копайте в этой долине яму за ямой. Так говорит Господь, не заметите ни ветра, не увидите дождя, а вся долина наполнится водой, напьетесь и сами вы, и скот ваш ючный. Мелочь это для Господа, но он и моавитян придаст руки ваши. Вы разрушите все их укрепленные города и все города главные, срубите все хорошие деревья, перекройте все источники воды, все плодородные наделы завалите камнями». И следующим утром, в час, когда приносили жертву, потекла вода со стороны дома и затопила округу. Даже не объясняется, почему. Что там было? Прорвало какую-то, не знаю, запруду, наводнение случилось, где-то далеко прошел дождь. Мы не знаем, но в конце концов этим людям это было неважно. У них и не было гидрометеостанций, чтобы определить, какие там погодные условия повлияли. Амавитяне, когда услышали, что цари выступили на войну с ними, то собрались все, кто только мог подпоеститься, и встали на границе. Да, амавитяне ждут подхода, а там войско погибает в пустыне. И когда они встали тем утром, и взошло солнце, то осветило оно ту воду, амавитянам показалось, она издали багровой, как кровь. Вот эти низкие лучи солнца, такие красные, особенно если атмосфера, вот они дают эффект крови. И сказали они, это кровь, верно, цари сразились друг с другом и друг друга перебили. За добычей, муав, они отправились к израильскому стану, не ожидая сопротивления, то есть отправились налегке пограбить. А израильтяне вступили с муавитянами в бой, разбили их, так что те обратились в бегство, израильтяне гнались за ними и добивали. И города их они разрушили, и все плодородные наделы завалили камнями, и все источники воды перекрыли, и все хорошие деревья срубили, каждый кинул свой камень. Вообще ничего хорошего, на самом деле, то есть такая тотальная война на истребление. Но еще раз, это действительно жестокое время, и Библия не огораживает нас от описаний этой жестокости, она повествует, как все есть. А Киргарашат, они окружили и стали обстреливать из пращей. Вероятно, это какая-то особая крепость, которая не могла сдаться, не могла быть взята и не сдавалась. Когда муавский царь увидел, что терпит поражение в войне, то собрал к себе 700 воинов с мечами и попытался пробиться к царю Идомскому, но это им не удалось. Видимо, хочет либо как-то договориться с ним о сепаратном мире, либо, наоборот, отомстить ему за то, что Идомитяне, не будучи сами в составе вот этого израильского народа, но воюют с муавом, не знаем. Дальше тоже очень странный эпизод. Тогда он, соответственно, царь муава, взял своего первородного сына, который должен был царствовать после него, и принес его на городскую стене в жертву всесожжения. Великий гнев тогда восплывал на израильтян и пришлось им отступить и вернуться в свою страну. Он совершает языческое жертвоприношение, приносит своего сына, возможно, еще ребенка, мы не знаем. И великий гнев кого? Муавитян, которые вдохновились этим, с нашей точки зрения, абсолютно варварским подвигом. Гнев муавских божеств, которые приняли эту жертву, но тогда что же они наравне с Господом действуют в этой истории. Гнев кого? Мы не очень понимаем. Но, возможно, это описание той ситуации, когда вот этот ярчайший, с точки зрения муавитян, подвиг, с точки зрения нашей дичайшей варварский поступок, он переламывает ситуацию. Вот жертва каким-то образом иногда меняет историю. Мы много раз это видели, когда гибель невинных людей, она заставляет задуматься тех, кто вокруг этого конфликта находится рядом, кто участвует в нем. Вот, и очень жестокое время, очень жестокое. Еще один эпизод мы видели здесь. Но для разнообразия четвертая глава будет попроще, она будет уже не про войны, а про простую семейную жизнь. Продолжение следует...